Наталья Ищенко, международный обозреватель, присоединяется к нашему эфиру. Наталья, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Доброе утро. Наталья, ну насколько важны вот эти контакты со странами Балтии для того, чтобы, ну, действительно, возможно, некоторым из представителей балканских государств, но раскрыть больше глаза на то, чем сегодня является Российская Федерация, что это не партнер, по сути, но это угроза всей безопасности на территории европейского континента. Вы знаете, как раз в Балканском регионе не нужно ничего рассказывать про Россию дополнительно. Они знают, что такое Россия, ну, не так, как Украина, но приблизительно так, как и мы с вами. Это страны, которые находились в разных сложных отношениях с Россией на протяжении достаточно долгого периода времени. И поэтому там не нужно пояснять, информировать. Это регион, жители которого следят каждый день за новостями с фронта в Украине. Это регион там, где люди беспокоятся, что гибридная российская агрессия начнется и в их регионе. То есть, на самом деле, факт информирования тут является неважным. Это уже сделали медиа этих стран, которые буквально каждый день сообщают о том, что происходит в Украине и как развивается российская агрессия. Тут речь идет уже о другом шаге, о конкретном сотрудничестве. А вы сказали о том, что президент Украины Зеленский договорился уже, например, о выселении военного сотрудничества. Я думаю, что наверняка речь идет о каких-то конкретных договоренностях, которые не могут озвучиваться публично. Это один момент. И второй момент – это поддержка Украины на международной арене. Это поддержка украинской формулы мира. Это участие стран региона в будущем саммите мира. Это голосование в международных организациях с осуждением российской агрессии. И, кстати говоря, тут даже Сербия голосует, осуждающая Россию. То есть даже страна, которую я считаю пророссийской, она в плане территориальной целостности поддерживает Украину однозначно. Смотрите, а почему я именно спросил таким образом, Наталья? Поскольку вы отметили, что Сербия, возможно, Черногория по-разному может смотреть на то, что делает Российская Федерация, какие заявления звучат. Но вы говорите о голосованиях, что они поддерживают территориальную целостность нашего государства. Но все же, если мы говорим о России, то это для этих государств. Вот партнер такой, знаете, который навязывает себя с учетом угроз, которые может создавать Российская Федерация. Или это действительно тот оплот определенной стабильности, на который они могут рассчитывать? Ну, в разных своих планах или в разных своих позициях? Вы знаете, я бы хотела разделить Сербию и Черногорию, причем сделать это категорически, в категорической форме, потому что Черногория является членом НАТО. И Черногория поддерживает Украину, в том числе и в военном плане, передавая вооружение. То есть тут Черногория однозначно наш союзник и партнер. Может быть, не наилучший, но все же таки никак не сравнить с Сербией. Сербия тут играет свою игру, пытается играть свою игру. Это единственная страна Европы, ну, кроме Белоруссии, соответственно, которая не ввела санкции против Российской Федерации и категорически отказывается это делать. С одной стороны, Сербия поддерживает, вроде быть, реальную целостность Украины, но на практике помощь этой страны ограничивается какими-то символическими партиями гуманитарной помощи. Например, за все время Сербия отправила в Украину два автомобиля скорой помощи. Но вы понимаете, при наших масштабах того, что происходит, это просто мизер. Поэтому Сербия стоит особняком, но это тоже важный партнер не только в регионе, но западных Балкан или Южно-Восточной Европе, вообще в мире, потому что все-таки голос в международных организациях тоже важен. И я обратила внимание, что президент Украины написал, что встречался с президентом Сербии и обсудил дальнейшее сотрудничество именно в плане расширения международной поддержки Украины в международных организациях. То есть, как раз этот аспект обсуждается даже Сербии. Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне европейских и западных задержек и ограничений по помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Албании Эйди Рама в интервью «Евроктив». По его словам, роль западных Балкан становится еще более важной для ЕС, поскольку они начинают понимать это перед лицом общего врага Путин, соответственно. Также отвечая на вопрос, что может предложить тирана на фоне проблем с достижением консенсуса на уровне ЕС по финансированию, невыполнению обязательств по поставкам боеприпасов, нерешительности в отношении некоторых форм военной поддержки, а также различных вета и задержек, Рама призвал Запад ответить за текущее положение дел. Но вместе с тем мы понимаем, что это также определенный шанс занять свою нишу, что ли, среди других стран и, возможно, заявить как-то о своей претензии на определенного рода лидерство. Насколько действительно это станет возможным благодаря вот такой поддержке, благодаря, главное, такой риторике, которая так или иначе проводит некоторую сравнительную характеристику? Вы знаете, недавно в Албании побывал с визитом госсекретарь США Энтони Блинкин. И он сообщил, что Албания входит в десятку стран, которые наибольшие помогают Украину, больше всех. Поэтому не всегда то, что мы знаем из публичной сферы, является отображением реальности. То есть Албания и так уже является лидером в помощи Украины. И на самом деле это довольно мощный региональный игрок и очень важный член НАТО. Я могу сказать, что буквально через несколько дней или недель в Албании откроется авиабаза НАТО. Это будет мощный центр обороны Альянса от всех возможных угроз именно в регионе Балкана и Южно-Восточной Европы. То есть Албания и сейчас в каких-то позициях занимает лидирующие позиции. И очевидно, что саммит, который прошел в столице Тирани, для Албании очень важен. Об этом говорили абсолютно все руководители страны. Они подчеркивали, что они гордятся тем, что они принимают президента Украины. Гордятся тем, что могут организовать такой саммит. И что дальнейшее сотрудничество будет развиваться усиленными темпами. А скажите, Наталья, если мы говорим в целом о восприятии России, мы уже отметили определенные позиции, которые как бы меняются. И мы понимаем, кто виновен в этих трагических событиях, кто виновен в полномасштабном вторжении. Как бы там ни объясняли сами кремлевские представители свои позиции, мы понимаем на самом деле, как обстоят дела. Можем ли мы говорить, что на этом фоне и сами балканские страны уже делают определенные шаги для того, чтобы усилить свою безопасность? Да, это касается в целом всего Европейского Союза. Но что именно сейчас происходит вот на этом поле у странах Балтии? Вы знаете, тут нужно сказать, что этот регион никогда не оставался без внимания ЕС и НАТО, потому что здесь до сих пор есть неурегулированные конфликты. И тут присутствуют два контингента миротворческих сил, ЕС в Боснии и Ерцеговине и НАТО в Косово. И поэтому безопасность этого региона напрямую зависит не только от самих стран, но и от НАТО и от ЕС. Страны это понимают, постоянно взаимодействуют и с ЕС, и с НАТО. И я могу сказать, что после масштабного вторжения России в Украину контингент НАТО на Западных Балканах, там, где они присутствуют, был увеличен. И контингент Европейского Союза тоже. Эти военные контингенты провели тренировку резерва. Если в какой-то непростой ситуации необходимо будет перекинуть дополнительные силы, то они потренировались делать это тоже. Регулярно проходят учения. То есть, если говорить о конкретно военной защите, все-таки страны полагаются на сотрудничество с НАТО в первую очередь, ну и с ЕС, как не с военным союзом, но который тоже имеет свой контингент в регионе. Это один момент. Второй момент, конечно, тут фактор Сербии играет негативную роль. И Россия действует в этом регионе Балканском, западно-балканском, не напрямую, а все-таки через своих сербских друзей, которые, к сожалению, в самой Сербии чувствуют себя достаточно свободно. Но не только в Сербии, а и в соседних странах, там, где значительно влияние сербов, этнических, или даже жителей других стран, но которые имеют сербское гражданство. Например, это Босния и Герцеговина, где есть такое образование, как Республика Сербская. И лидер вот этой структуры, Республика Сербская, ну вообще несколько дней назад побывал в России и принимал от Путина орден. То есть вы понимаете, какая атмосфера происходит. Часть стран, часть народов боится гибридного вторжения России, возможно, через своих союзников сербов. А в это время сербы расширяют контакты с Россией. То есть ситуация достаточно напряженная, и страны сами видят, что происходит прямое вмешательство России уже и в их дела, но пока, к счастью, только гибридное. И интересный еще момент. Албания готова присоединиться к спецтрибуналу для России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с албанским коллегой Игле Хасани. Давайте услышим. В этом контексте мы также обсудили вопрос о привлечении России к ответственности за преступления и агрессии, всевоенные преступления, совершенные в ходе войны. Поэтому мы хотели бы активизировать наши усилия на этом направлении. И в этом контексте мы ценим включение Албании в международный реестр ущерба, нанесенного Россией в Украине. И вот Юрий уже говорил с вами об ощущении безопасности или, наоборот, опасности, и что для этого необходимо делать, Албании в частности. А как вы считаете, что является залогом, скажем так, правильного и здорового восприятия действительно адекватных действий как ответ на агрессию Кремля? Ведь все-таки еще есть кто говорит, что мы побаимся каких-то резких решений, чтобы каким-то образом не наврочить, так, есть такое украинское слово, ну, чтобы не разозлить Москву и так далее, не вступать в конфликт, в конфронтацию. Очень много таких странных инфантильных аргументов иногда звучит. Что является залогом вот такого успеха и смелости для Албании, как считаете? Ну, вы знаете, вообще балканские страны, они не склонны, знаете, чего-то бояться. Они склонны понимать реальность, как она есть, потому что это регион, который долгое время жил в состоянии разных войн, потом был перерыв, и потом снова войны. Албания сама не является частью Югославии, она не участвует в югославских войнах напрямую, но она видела, что происходит. Были миллионы беженцев в самой Албании, и Албания была, конечно же, привлечена, когда нужно было устанавливать мир и договариваться. То есть Албания очень, знаете, реалистично смотрит на всю ситуацию, которая складывается, и Эдирама очень раскритиковал западный мир за их нерешительность и был таким, знаете, очень резким в своих выражениях. Последнее, что, я так понимаю, очень насторожило Эдираму, Эдираму — это рассказы Путина про историю. Вы знаете, вот как только на Балканах начинают говорить об истории, это означает, что будет война. Потому что, как сказал Рама, у всех стран есть свои карты, и если все начнут говорить на историческое право на какие-то территории, то это однозначно приводит к войне. И Рама просто... Вы знаете, я посмотрела то, что он говорил, я вижу, что он считает реальной опасностью, что Россия будет раздувать шовинистические настроения в Балканском регионе, в той же Сербии, где есть проект Великой Сербии с картами, которая захватывает части соседних стран. И я думаю, что Рама реально этого испугался. И я думаю, что, когда он говорит, что странам Запада нужно увидеть реальность и активизироваться, он имеет в виду не только защиту Украины, но и предотвращение гибридных сейчас конфликтов, а потом, возможно, и не только гибридных на Балканах. То есть это уже не только защита Украины, но и самозащита. Наталья, спасибо вам большое за разговор, за то, что присоединились к нашему эфиру, ну и за этот анализ ситуаций, важных для Украины партнеров. Ну и мы, понятное дело, имеем в виду страны Балкан. Спасибо вам большое за разговор. Наталья Ищенко, международный обозреватель, была с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Фридом в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Субтитры создавал DimaTorzok